Добрый день всем кто любит меня, всем кто хочет полюбить меня. Меня зовут Алексей Дмитриев и я Сомелье. Мне очень повезло, сейчас 3 сентября и весь сентябрь буду находиться в Одессе, абсолютно недалеко от виноградников и смогу следить за процессом сбора урожая. О чем еще может мечтать Сомелье? Я смогу снять мини-фильм о том, как виноградная ягода попадает с лозы прямо на винодельню, хочется проехаться прямо в машине в кузове, будет очень интересно, будем следить за тем, как будут собирать шардоне резерв 2011 года. Сейчас мы пообщаемся с Юрием Анатольевичем и узнаем о всех тонкостях во время сбора урожая, может быть о трудных моментах, которые поджидает винодела в период сбора. Добрый день Юрий Анатольевич, сегодня 3 сентября, дети уже пошли в школу и на виноградниках тоже ведутся работы, но я слышал, что уже начался сбор винограда для игристых вин, да? Да, вы правы, значит, действительно, и дети пошли в школу, и уже мы, и виноградарь тоже все готовы, и наконец-то наступил тот, те дни, когда начинается уборка винограда. Отдых у вас не предвидится ближайшие 2 месяца, да? Ну, это и приятный, кстати, будет труд, это то, что мы всю жизнь стремимся собрать урожай и сделать качественное вино. Окей, как у нас в этом году, будет ли винтажный год, можно ли назвать, что на этикетке резерв появится 2011 как винтаж? Ну, мы на это очень надеемся, слава Богу, показывает погодные условия и сам виноград значительно лучше, чем в 2010 год. Когда можно будет сделать последнее заключение, сказать, что действительно будет? Ну, уже сейчас видно, мы начинаем уборку винограда не спонтанно. Мы, естественно, делаем, отслеживаем созревание винограда, следим за сахаронакоплением, за качеством самого винограда. И я могу сказать с уверенностью, что, судя по тем анализам, которые делает лаборатория в течение уже, вот начиная с 15 августа, хорошее сахаронакопление. Идет тенденция, каждый день идет сахаронакопление, снижение тетруемых кислот в винограде. И это говорит о том, что есть все шансы получить очень хорошее качественное вино. Окей, значит, мы собрали первую группу пинон, начинаем уже собирать, потом будет шардоне, потом траминер, мерло, кабарне самая последняя, чуть ли не в середине октября? Да, так, вы правильно говорите, у нас еще есть и рислинг рейнский, он чуть будет позже, сейчас там высокая кислотность, немножко ниже сахар. И есть савиньон блан, это все сорта, которые, у нас нет супер ранних сортов, таких как вот мускаты и вот фитяска, был такой сорт уже очень ранний. У нас получается, первый сорт идет, первый сорт идет группа пино. Это достаточно большая группа, я вам называл, пино нуар, пино мине, пино блан, пино гри, пино фран. И сейчас мы как раз собираем виноград для шампанской группы, для игристой группы, вернее, правильно сказать. Значит, это определенные кондиции винограда, чуть ниже по сахару, чем для селективных и тем более для резерва. Почему? Потому что шампанские виноматериалы имеют определенный ГОСТ, там крепость не должна быть больше 12% объемных, то есть сахаристость винограда должна быть около 20%. Уровень сахара очень важен, да? У вас в руках прибор? Это рефрактометр, да, специально полевой, это пользуются виноделы, виноградари. Значит, я сказал, что мы определяем, четко контролируем сахара в винограде, для того, чтобы определить начало уборки каждого конкретного сорта. Ну, в данный момент это у нас так называемый полевой рефрактометр, правда французский, и очень такой достаточно удобный прибор для работы. То есть мы берем, срываем ягоду, так, вот капаем, сейчас немножко сок на пресанно-покровное стекло, накрываем аккуратненько, так, вот так накрываем. Мы, это вот, потом мы берем, смотрим на солнышко, будет видно, и тут видно четко в шкалах, жалко, нельзя вам показать. Посмотрим, постараемся. Да, и вы увидите разграничение по цвету, то есть идет такое светло-белое поле и ярко-ярко такое синее. И там идет шкала в процентах сахара, и можно определить. Ну, это, конечно, достаточно... Сколько у нас сейчас там было? Сейчас у нас на винограднике Каберне-Савиньон. Ну, сейчас он показывает где-то порядка 14%. 14%? Да, это понятно, потому что Каберне-Савиньон мы будем собирать в октябре месяце. Это очень неплохо. Для начала сентября, чтобы Каберне-Савиньон был 14%, это 14-15%. Это достаточно хорошо, почему? Потому что мы определяем также, кроме сахара, уже в лаборатории. И вообще-то этот прибор я назвал достаточно удобный, но в то же время он не показывает всю картину. Объективную. Почему? Потому что существует специальная методика определения сахара. Отбирается с каждого куста определенное количество гроба. У вас все происходит лабораторно-медленное. Да, и это все делает лаборатория. Я не буду рассказывать всю эту технологию, но сам факт то, что лаборатория четко контролирует содержание сахара и тетруемых кислот. Для чего это надо? Потому что вот сейчас такие жаркие дни, днем температура высокая, ночью прохладно, идет процесс накопления сахара и понижения кислоты. Идет расформация, это биохимический процесс. И получается, что сахар повышается, естественно, иногда бывает за день повышается 0,5 и больше, чуть меньше. Ну, конечно, все зависит от погодных условий. Сейчас у вас немножко тучки на небе, не такой жаркий день, как обычно бывает в сентябре. Вообще в Одессе, в нашей области, сентябрь достаточно теплый месяц. Иногда бывает он даже жарче, чем некоторые летние месяцы. Ну, бывает и, конечно... Если пройдет дождь, как мы будем? Мы прекращаем сбор винограда, да? Да, интересно тоже вопрос. Почему? Потому что, к сожалению, дождь, ну, природа есть природа. Бывают дожди, вот вчера был немножко, небольшой был дождь, мы спокойно зашли в поле. Ну, во-первых, когда идет настоящий сильный дождь, то мы просто не войдем в поле. Во-вторых, по всем технологиям, по всем правилам убирать виноград после дождя нельзя. Он должен обязательно определенное время постоять. Очень сильный дождь. Два-три дня даже мы прекращаем уборку. Ну, идем на это. Если же дождь был небольшой, то через день-полтора мы начинаем уборку винограда. Он проветривается, просыхает. У нас нет... Да, в принципе, нигде в мире никто его не просушивает специально. Это все происходит естественным путем. Ветерок, солнышко, просушили. Идет, опять же, сахаронакопление. И мы начинаем, и продолжаем уборку винограда. Юрий Анатольевич, кроме дождя, чего стоит еще опасаться виноделу в сентябре? Ну, это и винодел, и виноградарь, конечно, затяжные дожди. Дождь небольшой, особо реально не оказывает. Ну, разве что в этот день немножко упадет сахаристость, потом проветрится, опять будет солнышко, и будет все нормально. Град. Бывает и град, и в сентябре. Даже в сентябре. Да, грозовые тучи, все же у нас юг. Но есть еще одна такая вот беда, это такая специфика. Мы рядышком находимся с морем, и редко-редко, но все же бывают и туманы. Туманы это тоже очень плохо, почему? Потому что виноград очень быстро насыщается влагой, это идет гниль, начинает работать, и это очень плохо. Виноград начинает гнить, это нехорошо. Ну, слава богу, это очень бывает редко, туманы. Разно 10 лет? Ну, я, честно говоря, статистики такой не вел и не знаю. Ну, я просто говорю, что вот такие... Может быть, да? Да, такое может быть. И последний вопрос на сегодня. Сейчас мы находимся возле Кабарне-Савиньона, да? Да. Какая специфика его? Это известный сорт. Мы знаем, что есть Кабарне-Фран, Кабарне-Савиньон. Это понятно из названия, это сорт Кабарне, скрещенный с... Как непрофессионалу отличить просто по виду? Значит, в свое время, вот я, будучи студентом, проходил практику в Институте Таирова, не только в Институте Таирова на виноградниках, и для нас, изучая ампилографию, очень хорошо видно сразу, что это сорт Кабарне-Савиньон. Почему? Потому что вот такой вот специальный, не специальный такой вот сорт, имеет резанный лист, очень такой узнаваемый, и сразу видно, что это за сорт. Во-вторых, это достаточно мелкая ягода, не очень большая гроздь. Вот у нас Мерло, можно будет снять там более большую гроздь, но это специальный такой клон. Он не имеет большой урожайности, и это сорт позднего срока созревания. Мы начинаем уже уборку, как я сказал, все зависит от сахара. Бывает середина октября, бывало даже и позже. Ну, в принципе, где-то с октября, с десятых числа октября начинается уборка. Вот еще одно, кстати, которое я не сказал, такой вот фактор, который влияет на качество винограда. Были случаи, когда было достаточно прохладное лето, и виноград не вызрел. Приходилось Кабарне-Савиньон собирать даже и в ноябре месяце, на первых числах ноября. А это уже чревато тем, что бывают заморозки. На самом деле, то есть даже и октябрь, это довольно уже дождливое время, да? Кабарне, самый рискованный сорт? Да, Кабарне достаточно рискованный сорт, но он зато дает очень хорошие вина. Прекрасные вины, которые многие любят, многие оценят и знают. Но, надеемся, все же, в конце концов, если правильная агротехника и хорошие погодные условия, много солнечных температур в течение года, то виноград хорошо вызревает. Я же вам сказал, мы вот проверили сахар, прекрасно, там 12-13%, 14% сейчас сахара в Кабарне. Это очень хорошо, это есть достаточно высокая кислотность. Есть шансы, что будет просто прекрасный виноград. Хорошо, спасибо, Юрий Анатольевич, за ваше время. Скорее всего, увидимся где-то через две недели, когда мы будем собирать шардоне для резерва. Да, я думаю, что мы увидимся, может быть, даже чуть раньше, потому что есть некоторые участки, где шардоне уже у нас тоже хорошо набралось сахар. Как только мы уберем пино для шампанской группы, частично мы постараемся розовое, то, что я обещал, и постараемся сделать пино блан на сортовое, тоже очень интересно. И потом пойдет шардоне. Буду рад вас видеть. Хорошо, до встречи. До встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин